Тема урока – животноводство в нашем крае. Породы домашних животных. Много тысяч лет назад все животные были дикими. Постепенно люди приручили, одомашнили некоторые из них. И не просто одомашнили, а вывели множество пород этих животных с такими свойствами, которых у их диких предков не было. Дикие куры, например, имели жесткое мясо, откладывали по 5-6 яиц в год. Людям удалось вывести породы кур с нежным вкусным мясом, яйценоских кур, которые откладывают по 300 и даже более яиц в год. Люди изменяли и других одомашненных животных. Конечно, не только ради полезных в хозяйстве свойств, но нередко и ради красоты. Поэтому, к примеру, появились многие породы домашних голубей. Выведение новых пород домашних животных продолжается и сейчас. Отрасли животноводства. Животноводство делят на отрасли. Разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводства, птицеводства и другие. В каждом крае животноводство имеет свои особенности. Это зависит от природных условий края. Разведение крупного и мелкого рогатого скота. Крупный рогатый скот – это прежде всего коровы. В нашей стране разводят разные породы этих замечательных животных. Все породы делят на молочные, мясные и мясомолочные. Мелкий рогатый скот – это овцы и козы. Очень ценятся породы овец с тонкой шерстью, тонкорунные. От слова «руно» – шерсть овцы. Из их шерсти на фабриках делают лучшие шерстяные ткани. Стада овец называют отарами. Большие отары пасутся на степных, полупустынных и горных пастбищах. Коз разводят ради питательного молока, шерсти и очень тонкого, мягкого, шелковистого пуха. Из козьего пуха изготавливают платки и другие изделия. Свиноводство. Когда говорят о свиньях, некоторые ребята морщатся. Фии эти грязнули. Но свиньи совсем не грязнули. Они наоборот, очень чистоплотны. Тот, кто видел, как в жару свинья ложится в грязь, должен знать. Она делает это для того, чтобы охладить кожу и избавиться от надоедливых насекомых. Свиней нужно почаще чистить и мыть. Содержать их надо в чистых помещениях. В нашей стране более десятка пород свиней. Самая распространенная порода – крупная белая. В Сибири разводят кемеровскую породу. Коневодство. В прошлом лошадь была незаменимой помощницей человека. Она помогала крестьянину в поле, когда не было тракторов. Перевозила людей и грузы, потому что не было автомобилей. Лошадь участвовала и в военных битвах. Современная техника во многих делах заменила лошадь. Во многих, но не во всех. Лошадь по-прежнему необходима лесникам, пастухам, пограничникам. В селе на лошадях удобно перевозить грузы на небольшие расстояния. Немало людей увлекаются конным туризмом и конным спортом. И, конечно, как и раньше, люди не перестают восхищаться красотой лошадей. Общаясь с лошадью, человек учится понимать живое, учится доброте. Породистых лошадей разводят на конных заводах. А как разнообразны сегодня лошади? Их насчитывается свыше 250 пород. От могучих тяжеловозов до миниатюрных пони. Кролиководство. Домашние кролики произошли от диких. Выведено более 60 пород домашних кроликов. Кроликов разводят ради теплого, красивого меха, легкого пуха и вкусного мяса. Содержат кроликов в клетках. Днем зверьки обычно спят, а ночью бодрствуют. Кормят кроликов разнообразной пищей. Им дают зеленую траву, сено, корнеплоды, зерно, картофель, листья капусты, ботву, моркови и свеклы. Кролики охотно едят многие травы. Одуванчик, люцерну, подорожник, клевер, тимофеевку. Но нельзя давать им траву, влажную от росы или дождя. От этого кролики могут сильно заболеть. Такую траву нужно сначала просушить. Птицеводство. Домашние птицы – это куры, гуси, утки, индейки. Особенно много разводят кур. На крупной птицефабрике в инкубаторы помещают одновременно сотни тысяч яиц. Вентиляторы подают в инкубатор теплый воздух. Специальный механизм время от времени переворачивает яйца, чтобы они равномерно прогревались. Все это необходимо для правильного развития зародышей. Вылупившихся цыплят отправляют в цех выращивания. Оттуда уже подросших кур переводят в цех клеточных несушек – главный цех птицефабрики. Из него в магазины поступают сотни миллионов яиц в год. Обычно птицефабрики строят возле больших городов, чтобы круглый год снабжать население яйцами и мясом. Конечно, домашних птиц разводят не только на таких больших птицефабриках, но и на менее крупных птицефермах и на приусадебных участках. Рыбоводство. Разведением рыбы в прудах занимаются специальные рыбоводческие хозяйства. Основные прудовые рыбы – сазан, карп, белый амур, толстолобик. Сазан, белый амур и толстолобик встречаются в природе и в диком виде. А вот карп – это одомашненная форма сазана. Пчеловодство. В далеком прошлом люди ходили за медом на охоту. В лесах было тогда очень много диких пчел. Они жили в дуплах деревьев. Найдя пчелиное жилище, люди полностью их разоряли, и пчелиная семья погибала. Со временем люди стали забирать только часть меда, чтобы семья крылатых тружениц оставалась жить. Затем люди стали сами выдалбливать в стволах деревьев дупла для пчел. Так зародилось пчеловодство. А потом появились и пасеки. Колоды с пчелами, ульев тогда еще не было, ставили на месте вырубленных участков леса. От слова сечь, посекать, то есть рубить лес, и произошло название – пасека. Но вот беда, чтобы забрать из этих колод мед, пчел приходилось уничтожать ядовитым дымом. Из-за этого пчеловодство постепенно пришло в упадок. И только тогда оно ожило, когда был изобретен разборный улей. Примерно такой, какие сейчас можно увидеть на пасеках. В него вставляют рамки с сотами, и пчелы заполняют ячейки медом. Пчеловод достает рамки, не причиняя никакого вреда пчелиной семье. Сделаем вывод. Разведение крупного и мелкого рогатого скота – свиноводство, коневодство, кролиководство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство – это отрасли животноводства. В каждом крае животноводство имеет свои особенности, которые зависят от природных условий этого края.